День знаний. Во всех школах России прошли торжественные линейки и праздничные мероприятия. И хорошо, что священнослужители становятся желанными гостями в школах. Этот праздник начинается с церковного благословения на новый учебный год и окропления святой водой учеников, педагогов и родителей. Сколько радости, неповторимых эмоций можно было увидеть на лицах ребят. По сложившейся традиции праздничную линейку в школах номер 87 и 89 посетил руководитель отдела религиозного образования и катехизации протерей Александр Игнатов. Батюшка не просто окрадил святой водой учеников, но и обратился со словами на путствие. Нужно любить Бога и ближних. Так сказал сам Христос. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всем помышлением твоим и ближнего твоего, как самого себя. Вот если вы будете молиться за Россию, молиться за родителей, молиться за тех, кто живет и учится рядом с вами, вы почувствуете помощь свыше, потому что разговор с Богом никогда не бывает безответным. Господь обязательно поможет и ответит на ваши просьбы. Попробуйте. Хотелось бы положить основание, заповедь, Евангелие, любовь к Богу и к ближнему. И тогда у вас все обязательно получится. Среди общеобразовательных школ в Краснодаре есть и православная школа, которая открыла двери для своих учеников. И в этой школе День знаний начинается не просто с линейки, а с молебна на благословение детей на новый учебный год, который возглавил митрополит Василий в сослужении духовенства Рождественского храма. За богослужением молились педагоги, учащиеся русской православной школы, а также и их родители. Вы учитесь в такой школе, где это возможно, получить и земную ступень, и начать уже восхождение к самому главному, к познанию Бога, для чего мы все сами и учимся. Поэтому хочется вам пожелать, чтобы вы как раз приобретали знания не для тщеславия, не для собственного благополучия, а хотя бы начать в собственной безопасности, чтобы, изучая священное писание, видеть, что делает человека зверем, а что делает его богоподобным. Поэтому желаем вам этого богоподобия, чтобы вы, пройдя от 1 до 11 класса, только начав образование здесь, никогда его не прекращали до конца нашего земного бытия. По завершении молебна состоялась торжественная линейка. День знаний особенный. Он наполнен волнением, праздничными приветствиями педагогов и школьным звонком. В учебном году хочется пожелать ученикам успеха в школе, чтобы все их планы и цели были достигнуты, послушание. Родителям хочется пожелать больше терпения, мудрости, наверное, где-то смирения. В новом учебном году мы хотим пожелать родителям терпения, а детям слушаться своих родителей и учителей. Первая школьная линейка особенная для первоклассников, ведь первый в жизни учебный год в школе – очень ответственный этап для каждого человека, тем более маленького. Я теперь уже большой, раньки снова вы за спиной. Стал рюкзак свой собирать, и теперь он столько весит, одному мне подняться. А для выпускников этот день немного грустный. Последняя школьная осень, как грустно осознавать, и поэтому особенно хочется удачи вам всем пожелать. Сегодня позвольте же нам обратиться к тем, кто лишь начинает учиться. Вас, первоклассники, мы поздравляем. Отличных успехов в учебе желаем. Начало нового учебного года всегда остается незабываемым и радостным. Пусть он принесет новые знания не только в науках, но и знания для пользы души и ее спасения. Субтитры создавал DimaTorzok